Привет, друзья! Меня зовут Катя, вы на моем канале о жизни в Австрии. Катя любит Австрию. Я живу в Австрии уже около 10 лет, переехала сюда, когда мне было 28 лет, сейчас мне 38 лет. Перед тем, как я переехала в Австрию, я была юристкой, работала уже начиная со студенческих лет, работала в больших компаниях корпоративным юристом. Приехав в Австрию, я юристкой не стала. И это видео о том, почему я не продолжила свою карьеру в сфере юриспруденции. А сейчас очень многие украинцы в связи с войной переезжают в Австрию, в том числе мои коллеги-юристы. Они меня спрашивают, как быть, что делать. И я не могу ничего посоветовать, я просто расскажу вам о своем опыте. Как я себе представляла, я перееду в Австрию, и, наверное, здесь есть компании, которые сотрудничают с Украиной, с украинским рынком. Наверное, им нужны специалисты в области украинского права. Я подумала, что вот сейчас я выучу немного немецкий язык и начну предлагать такие вот свои услуги. Сейчас о реальности. Первым делом язык. Я приехала в Австрию почти без знания немецкого языка, с уровнем там А1, такой легенький, А2. Я выучила его здесь при университете за три семестра до уровня С1. Это тот уровень, на котором можно начать обучаться в университете, например, на юридическом факультете. Но тут такое дело, да, можно сдать этот экзамен С1, но владеешь ли ты действительно так хорошо языком, тем более иностранным? Мы все знаем, что именно в юриспруденции каждое слово, каждый суффикс, префикс и каждая запятая могут поменять всю суть, весь смысл предложения. Я не поверила в то, что я смогу выучить так хорошо немецкий язык или я не захотела, мне было уже 28 лет, когда я переехала в Австрию, я не захотела тратить так много времени на такое детальное изучение немецкого языка. Чтобы работать здесь юристкой именно по специализации украинское право, то в принципе не нужно было бы подтверждение диплома или учиться заново. Но нужно было бы найти такого работодателя, я его не нашла. Дело в том, что австрийские компании, которые имеют экономические отношения с Украиной, они чаще всего нанимают там на месте юридические компании, которые им корпоративно вообще предоставляют какие-либо услуги. Это часто выгоднее, чем иметь в штате сотрудника, который специализируется на каком-то очень узком вопросе. Кроме того, здесь вообще вас, но только большие-большие конгломераты вообще имеют юристов. А часто компания из 100 человек, какая-нибудь IT-компания может даже не иметь юриста, а тоже нанимать на аутсерсинг. Чтобы работать в сфере австрийского или европейского права, необходимо было, и так же остается и сейчас, либо подтвердить диплом, либо выучиться заново. Подтверждение диплома означает изучение основных вообще предметов заново, сдача экзамена и так далее. Я слышала, что на это уходит у кого-то 2 года, у кого-то 5 лет, кто как по способностям, я не пошла по этому пути. Еще был вариант начать учиться заново, но здесь тоже система именно юридического образования построена так, что нельзя было мне поступить, например, на магистратуру. А нужно было начинать все прямо с первого курса, потому что здесь юридическое образование это диплом, студиум. Оно длится минимум 5 лет. Я знаю людей австрийцев, которые 10 лет здесь учились. Это одно из самых сложных здесь образований. У нас, например, библиотека на юридическом факультете работает до 24 часов вечера. Ну, в общем, я решила, что я не хочу больше этим заниматься и так много времени вкладывать в переобучение, а пойду по какому-то новому пути, раз мне жизнь выкинула такой шанс. Как вы понимаете, эти все сложности именно потому, что юриспруденция это именно такая сфера, что вот украинское право, оно абсолютно не соответствует австрийскому праву или там итальянскому и так далее. Потому что если бы я была доктором, экономистом или там кем-то еще, то, наверное, пришлось бы передавать какую-то только какие-то вообще базовые предметы, но далеко не все. А с юриспруденцией вот так. Еще у меня был шанс пойти на смежные мастерские программы, как бы магистрские программы, и я, по сути, так и сделала. Я пошла на глобалистику, туда можно было поступить на основе экономического диплома, экологического, а также правового. И я вот училась на мастерской программе Global Studies в университете города Град. В некоторых других университетах есть, например, такие программы по правам человека, какие-то дипломатические разные программы. В моем городе была такая, я ее выбрала, и это было очень интересное время, должна я сказать. Система образования очень сильно отличается, то, как преподают тоже. В общем, мне было очень интересно в университете. В общем, по какому пути пошла я? Переехав в Австрию, я сразу же пошла на курсы немецкого языка, потратила на это три семестра, то есть полтора года. Я только изучала немецкий язык на курсах немецкого языка. Вот ссылка о том, как они вообще у нас при университетах организованы. Далее я пошла на эту мастерскую программу Global Studies. Во время учебы я работала на разных работах, это такой у меня был дауншифтинг от юристки в крутых компаниях в Украине, в деловых костюмах, на каблуках и так далее. Я работала здесь, например, официанткой или, кстати, у меня есть старое видео, где я рассказываю, кем я работала. Или я там работала на празднике, на фашинге таким человечком, который носит табличку, но это было прикольно, я должна сказать. Дальше я работала еще в энергетической компании по ассистентам. И вот моя основная работа, из которой я ушла в декрет, я работала в международной IT-компании, в международных торговлях, в международной логистике. Занималась нашими ключевыми клиентами по всему миру в последнее время на русскоговорящем пространстве. Ну и самое интересное, что я поняла, что можно быть в жизни не только юристкой, а и, например, гидом. Потому что оказалось, что это очень интересная профессия, она доставляет мне много-много моря удовольствия. Мне нравится знакомиться с людьми, показывать им мою страну, мой город и влюблять их в эти места тоже. Также я могу предоставлять различные услуги, консультационные услуги, услуги по переводу. Например, я помогаю людям поступить в Астрийские университеты, или помогаю сориентироваться по видам на жительство, какие документы, как подать и так далее. Вопросы получения гражданства, какие документы, опять-таки, нужно им собрать, в каком порядке действовать. Мы составляем план вместе, в общем, я поддерживаю людей, если есть такой запрос. Ну и могу переводить ваши деловые встречи, например. Также приходите ко мне на экскурсии, мои услуги не бесплатные. Кстати, экскурсии по городу тоже не бесплатные, хотя сейчас я провожу детские экскурсии по Грацу, для того, чтобы именно для деток, которые были перемещены из Украины в связи с военными действиями, для того, чтобы отвлечь деток от, ну, вообще от этих трагических событий, и для того, чтобы они тоже полюбили этот город. Вот так вот. Пишите вопросы в комментариях, пишите, что вам было бы еще интересно узнать. Подписывайтесь на мой канал и на мои социальные сети. Там больше меня, там больше моей личной жизни на самом деле. До встречи, пока-пока. Ваша Катя.